Массовое общество – теоретическая модель, описывающая социальные преобразования, вызванные модернизацией, которая активно разрабатывалась в 1920-1960-е годы. Особенностью массового общества является разрыв социальных связей, обособленность отдельных индивидов, отсутствие у них индивидуальности, устойчивых и общезначимых нравственных ценностей. Личностный статус человека формируется на уровне социальной группы, общины, ремесленного цеха, аристократического света, церковного прихода. Но непрерывные вертикальные и горизонтальные перемещения больших групп людей, характерные для индустриального общества, разрушают уровень соседского, профессионального, религиозного общения. Общение в своем круге и основным уровнем общения становится семья. Человек начинает воспринимать общество как множество других столь же похожих на него индивидов, одевающихся в тех же универсальных магазинах, ездящих в тех же поездах и трамваях, читающих те же газеты и также, как он одиноких. Поэтому потребность в самоутверждении переносится на национально-государственный уровень. На уровень всего общества и политические интересы приобретают личностный особенно значимый характер. Такое обостренное личное восприятие национальных, государственных потребностей делает любой конфликт как в государстве, так и в международных отношениях. Личным делом миллионов людей придает ему особо острый, болезненный характер. Это создает для элит неограниченные возможности манипулирования атомизированными массами. Теория массового общества таким образом объясняет причины революции 1917 года в России, а также появление фашизма и нацизма в Италии и Германии соответственно. Наиболее детально проблема массового общества исследуется в работе Хайя Артега и Гассета «Восстание масс». Он писал, что в отличие от прежних времен, когда массы находились у задников общественной сцены, сейчас они на авансцене истории, что и вызвало тяжелейший кризис в Западной Европе. Артега и Гассет напоминал, что небывалое увеличение спектра человеческих возможностей, расширение пространственных и временных границ его мира произошло внезапно, за одно поколение. Средний человек, который чувствует себя как все и зная, что он посредственность, имеет нахальство повсюду утверждать и всем навязывать свое право на посредственность. Приобщаясь к благам цивилизации очень быстро он не только не усваивает культуры прошлого, но и отрицает ее из выступления Г. Померанца о роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива. В 1960-70-е годы Д. Белле и Шиллс попытались преодолеть критическую направленность теории массового общества, подчеркивая интеграцию масс в систему институтов массового общества, преодоление социальных антагонизмов и создание более социально-однородного общества. Продолжение следует...